Ребята, всем привет! Как у вас дела? Как настроение? У меня оно просто отличное, потому что в этом видео я хочу показать свою посылочку с китайского сайта, от которой я осталась в полнейшем восторге. Заказик я делала на этом сайте, напишу где-то здесь или здесь и, как обычно, ссылочки на все товары оставляю внизу под видео. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, кто получил сигну и чьи комментарии попали в ролик. А если вы хотите получить от меня сигну и видеоприветствие, то ищите пасхалки. В этом видео я спрятала две штучки, будет два победителя, напишите точно время, когда она появилась и место, в котором вы ее обнаружили. Если хочешь попасть в видео, то напиши любой комментарий с хэштегом хочу попасть в видео, я рандомно выберу 10 человек. И первое, что заказала с этого сайта, это наволочки антистресс. Очень давно я мечтала о подобных. Ребята, в общем, наволочки классные, они мне безумно понравились, очень качественные. У этой обратная сторона выполнена из такого черного, мягкого, бархатистого материала. У этой цвет голубой. Размер наволочки 40 на 40 сантиметров, то есть, соответственно, подушка должна быть такого же размера. Но все, что я нашла у себя дома, это подушку размером 30 на 30 и поэтому вы можете видеть, что она немного болтается в наволочке. В ближайшее время я хочу приобрести уже подходящие подушечки. Давайте покажу вам эти наволочки поближе. Пайетки здесь двусторонние. Пройдите рукой в одном направлении и они станут розовые, в другом голубые. Просто волшебство! Вторая наволочка розово-золотая. Я специально так подобрала цвета, чтобы эти оттенки сочетались между собой. Наволочки действительно антистресс. Я это сказала не просто так в начале. Можно бесконечно долго перебирать пайетки руками, что-то писать или даже рисовать. Поверьте, это очень расслабляет. Ребята, в общем, снимала я снимала и чисто случайно обнаружила, что что-то произошло со звуком. Он стал тише. Я думаю, может это из-за того, что села батарейка. Напишите, насколько обычно вам хватает в первичном микрофоне батарейки. Но может быть это как раз и к лучшему. Я хочу, чтобы вы мне написали в комментариях, вам нравится звук с микрофоном или сейчас без микрофона. Это очень важно, потому что кто-то говорит, что с микрофоном лучше, а кому-то с микрофоном не нравится. Следующий товар, который у меня здесь находится, очень вкусно, приятно пахнет. Как вы думаете, что это? Яичница. Это такая игрушка антистресс. Но это не совсем антистресс. Антистресс игрушки обычно при сжимании, через некоторое время только приобретают обратно первоначальный вид. Эта же игрушка вот сжимаешь, разжимаешь и с ней, собственно говоря, ничего не происходит. Стресс как-то особо она не снимает. Материал похож на какую-то очень легкую взбитую резину и я бы вам посоветовала ее использовать в качестве брелка. Вот здесь есть такая штучка, за которую вы можете подвесить на рюкзак или куда-нибудь еще. Яичко сделано очень интересно, оно как будто настоящее и запах очень приятный. Когда я раскрыла посылку, я не могла понять, что же оно так вкусно пахнет. Ванильные печенюшки. Обожаю. Знаете, у меня обычно такое бывает. В последний момент я решаю заказать что-то дешевое, но мега полезное. И в этот раз я нашла зонтики. Не подумайте, это не обычные зонтики, а вот такие. В коробочке было три зонтика разных цветов. Сейчас достану. Розовый, синий и зеленый. А мне такие оттенки показались наиболее удачными. Они, наверное, впишутся в любой интерьер. В наборе идут такие вот палочки и липучки. Собирать их, в принципе, очень просто. Я с большим нетерпением ждала, когда сниму это видео. Я с большим нетерпением ждала, когда уже сниму это видео и прикреплю зонтики на липучки. Их можно расположить на стене, к примеру, двумя способами. Вот так. Или подвешивать на низ ключи. Либо вот так. И складывать сюда какую-то разную мелочевку. Следующий товар, о котором я мечтала очень давно, уже несколько лет. Это два сутбокса, которые сейчас направлены на меня. У нас в городе сутбоксы очень дорогие. И поэтому я их и не покупала долгое время. На этом же сайте я нашла один сутбокс за 36 долларов. Но я решила взять все-таки два. Хотя вы можете для начала обойтись пока что и одним. Еще я не могла понять, точно нужен мне этот сутбокс или не нужен. Станет лучшей картинка или нет. Обычно все свои видеоролики я снимала при дневном освещении у окна. И если вам позволяет возможность сесть у окна и снять ролик, то обязательно так и делайте. Дневной свет это самый лучший источник. Но дело в том, что в зимнее время мне нужно было успеть снять видео до 3 часов дня. Я постоянно нервничала и практически никогда не успевала. И теперь, чтобы вы увидели, как работают сутбоксы, я их выключу. И вы увидите этот кошмар. Сейчас на улице темно, уже вечер и работает только люстра. Напишите, как вам разница ощутима. Сутбоксы я полностью отключила. И картинка, на мой взгляд, ужасная. Теперь давайте покажу, в каком виде мне пришли сутбоксы. Каждый был упакован в отдельную коробку. Ее габариты 70 на 20 и на 18 сантиметров. Эту информацию вы можете найти на сайте, там все-все-все написано. Таких коробочек было 2, потому что у меня 2 сутбокса. И между собой уже точно не помню, они, по-моему, были смотаны скотчем. Упаковка хорошая, она 5 с плюсом, картон плотный. Набор состоит из 2-метровой стойки. Она легкая, компактная, ее удобно переносить с собой, высота легко регулируется. Стойки хорошо сделаны, прочные и устойчивы. Дальше здесь у меня идет патронный адаптер на 4 лампы с цоколем Е27. Лампочки в комплекте не шли, я их покупала отдельно. Свет убрать именно сутбокс на 4 лампы, потому что там есть на одну, Так вот, от одной лампы света будет очень мало. Сам сутбокс пришел в черном чехле, здесь 4 спицы и рассеиватель. То есть это такая белая ткань, которая мягко будет рассеивать свет. Собирать его довольно просто, я это сделала быстро. Конечно же, перед этим посмотрела мастер-класс на YouTube. Как же без этого? Давайте покажу как. Советую вам убирать только холодный дневной свет. Первую лампу, которую я протестировала, была с цветовой температурой 4000 кельвинов. Это белый свет, так вот, абсолютно она не подошла, картинка получается желтой. Я докупила в магазине еще две лампы с цветовой температурой 6500 кельвинов. Это холодный белый свет. Надеваю рассеиватель, он на липучках. А сзади есть два переключателя, каждый включает по две лампы. У софтбокса длинный шнур, мне это очень понравилось. Удобно перемешать софтбокс по всей комнате. Советую вам искать лампы цветовой температуры 5300 кельвинов, где-то плюс-минус 100. Вот такие точно подойдут, просто я в магазине подобных у себя не нашла. Если вы начинающий видеоблогер или не начинающий, если вы фотографируете изделия ручной работы, как я мыла, например, для продажи, то обязательно приобретите хотя бы один софтбокс. Фотографии стали очень классными, яркими, четкими. Софтбоксами вы можете фотографировать или снимать видео даже на телефон, и картинка у вас уже будет во много раз лучше. Еще для своей собачки пальмы я заказала LED-ошейник. У него есть три режима. Вот так работает первый, видно вам или нет. Но в темноте очень хорошо видно, он очень часто мигает. Следующий режим мигает чуть реже. И еще один режим, который полностью не мигает. Его я использую намного чаще. С таким режимом можно даже в темноте осветить нормально ступеньки или асфальт перед вами. В общем, мне кажется, что самый маленький вот этот вот размер S, он подает даже на миниатюрных собак, потому что не обязательно за этот ошейник прикреплять поводок. Я так не делаю. Вы можете просто на свою собачку надеть ошейник, пусть болтается и дает свет. В общем, ребята, я только что точно еще раз замерила. И даже на моего кабана... Кабан... Пальма, пальма. Даже на моего кабана... Что же ты тут вытворяешь? Ошейник оказался все-таки немного великоват. И его можно снять даже через голову, не расстегивая. Пошли, кабана, несу тебя. Ой, кабан. Ребята, следующее мое приобретение, это светодиодная гирлянда на 100 светодиодов. Ее длина 10 метров и сейчас она находится сзади меня. Все это время и в предыдущих видео она была на фоне. Все светодиоды закреплены на медной проволоке. Ее можно гнуть абсолютно в разные стороны. Это очень удобно, если, к примеру, нужно что-то обмотать этой гирляндой. Она, кстати, водонепроницаемая и вы можете повесить ее на улице. Гирлянда работает от 3 батареек. И удивило меня то, что в комплекте шел пульт. То есть это уже не обычная гирлянда. Это гирлянда с дистанционным управлением. Здесь, конечно же, есть кнопочка включить и выключить. И 8 режимов. Давайте я вам сейчас покажу, как они работают. Итак, поехали. Включаем. Первый режим. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. В общем, гирлянды я очень довольна. На сайте были разные цвета. Зеленый, синий, красный. И я рада тому, что выбрала разноцветную. Гирлянда красиво смотрится и украсит любую комнату. Итак, в прошлом видео пасхалка появилась на седьмой минуте. И это был цветочек, который я поместила внутрь еще одного цветочка. Первыми точное время написали Кэтрин 2К17, Маша Шмелева и Кристина Яровая. Девочки, передаю вам приветы и свои сигны вы можете найти в моей группе ВКонтакте по ссылочке. Оставлю ее внизу. И сейчас вы увидите, чьи комментарии попали в видео. Если вы также хотите попасть в видеоролик, то напишите любой коммент с хэштегом «Хочу попасть в видео». И я рандомно выберу 10 человек. Ну а если вы хотите получить от меня видео «Привет» и «Сигну», то скорее ищите две пасхалки, которые я спрятала. В этом видео будет два победителя. Первый, кто гадает первую пасхалку, а второй, кто вторую. Пасхалки будут в виде кактуса. На этом я буду заканчивать свое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что все знают, как выглядит кнопочка подписаться. Она находится внизу. Нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых видеороликах, которые выходят на моем канале. И до встречи в новых видео. Всем пока!